Это, конечно, обмен мнениями между участниками, представителями совершенно разных организаций, институтов, предприятий, заводов, проектных институтов. Тут как бы получается единое обсуждение проблемы с разных сторон. Это очень интересно, не однобоко. Второе, обмен опытом между представителями разных заводов. Ведь много проблем достаточно общих, несмотря на разницу в оборудовании, самой продукции, тем не менее, как бы проблема не общая. И, собственно говоря, это мероприятие не часто так проводится, поэтому очень бывает интересно, как бы просто с коллегами пообщаться. Меня очень радует то, что у нас на Урале, скажем так, возрождается металлургия, причем все знают, что у нас были достаточно старые заводы, предприятия, и внедрение современных технологий, оно просто не может не радовать. Цель визита – это всегда ознакомление с опытом металлургии других заводов, а также какие-то, возможно, новые течения, новые влияния, новые технологии, которые потом помогут их внедрить на своих предприятиях. Потому что корпорация владеет четырьмя заводами, два на Украине, два за рубежом. Поэтому, как всегда, при производстве существуют какие-то проблемы, и для их решения необходим опыт других предприятий. В принципе, некоторые вопросы, которые я хотел для себя решить, и я с ними, как бы, здесь столкнулся, и пообщался с людьми, и положил положительные ответы. Ваш доклад был посвящен проблемам человеческих ресурсов, да? То есть, вот, насколько сегодня... В том числе. В том числе, да. Вот, с Вашей точки зрения, что вы хотели донести до аудитории, да? И какую вы тут, может быть, видите проблему, то есть, развивающуюся активную металлургия, и успевают ли кадры поспевать за свежими идеями? С моей точки зрения, сейчас основная проблема или основной резерв в развитии металлургии, это человеческий фактор в широком смысле слова. Это не только квалификация людей, что необходимо, вне всяких сомнений, но и это организация в целом. Число уровней иерархии, стиль управления, планирование производства, взаимодействие служб внутри завода, между собой, вопрос совмещения профессий. И потом, сверх этого, менее формальные вещи, которые тоже очень важны. Это мотивация людей, это их отношение к работе, это отношение внутри коллектива, командный дух и так далее. Вот с этой стороны наша металлургия, по-моему, имеет большие резервы, во многом отстает от примеров многих западных, я хорошо знаю, относительно хорошо немецкую металлургию. Вот они этим сильны, потому что оборудование сейчас на российских заводах зачастую более современное, чем у тех же немцев на многих заводах или у американцев. Но мы по многим параметрам отстаем, по производительности труда, например, даже невзирая на все разговоры аутсорсинг и так далее, что у тех действительно собственных транспортных цехов, например, нет. Но и даже по основным цехам мы отстаем, вот надо это подтягивать. Я как бы сказал, хотя это вроде не технический вопрос, но если люди не идут на работу с улыбкой, это значит, что они лучшими не станут. Людям должно нравиться работать, они должны работать с удовольствием, тогда они достигнут лучших результатов. Без этого они будут хорошими, но вот как-то так. А квалификация у них всяких сомнений нужна, и, к сожалению, вот тоже долгие годы плохо с этим было. Сейчас больше внимания стали уделять вот заводы многие свои, профессиональные школы. Либо открыли, либо реанимировали бывшие техникумы или там колледжи. Ну и не очень мне нравится, как развивается система у нас с образованием инженерным. По-прежнему оно сильно, мне кажется, отстает от того, что надо при избытке гуманитариев всякого рода. Так что вот с моей точки зрения здесь самые большие резервы раз. Во-вторых, они зачастую самые быстро окупаемые, если в них вкладывать. Вкладывать в людей дает самый обычный быстрый и хороший эффект. Так вот как-то. Ну вот вы говорите о том, чтобы вкладывать в людей. То есть мы сейчас с вами говорим о том, чтобы создавать комфортные условия труда, какой-то новый уровень культуры, производства. Или же чтобы он чувствовал себя счастливым, он должен чувствовать заботу о себе на всех уровнях. Да, вот речь не идет только о зарплате, допустим. Хотя она должна быть достойной, но не обязательно она должна быть самой большой какой-то. Но человек должен чувствовать, что он востребован и уважаем на своем работе. Что к нему прислушиваются, что его обеспечивают и орудиями труда, и спецодежды. Но вот все сейчас отмечают, большинство российских заводов, северские трубные очень, СПЦ производит хорошее впечатление, чисто. Вот это тоже входит в этот перечень нужных вещей, чисто в порядок в цехе. Но дальше это все-таки организация труда. Когда есть грамотно послуженная, поставленная служба технического обслуживания, она обеспечена запчастями. Тогда сталевар понимает, что его задача варить сталь, а не бегать там вместо нужной детали искать какую-нибудь странную замену или там с помощью палки-веревки что-то ремонтировать. То есть вот это большой такой комплекс получается вещей. Но в итоге можно выразить, наверное, словом, человек должен чувствовать, что его признают на его рабочем месте и как личности, и как профессионала. Скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь к идее безлюдных технологий? Насколько мы рядом с ними, да? И не есть ли здесь момент того, что люди просто перестанут быть нужны, а останутся только роботы? Я не верю в безлюдные технологии, ну, в металлургии, скажем. А безлюдную технологию, ну, в какой-то степени мы в эту сторону идем. И сейчас активно занимаются многие компании разработкой роботов для замены. Но это, в первую очередь, вопрос о безопасности для металлургов. И с этой точки зрения только приветствовать надо безлюдные технологии. А с другой стороны, людей надо, конечно, убирать из тяжелых и опасных рабочих мест. Но дальше для них творчество разрабатывать эти технологии безлюдные. Чтобы они были безлюдные, люди должны их разработать. Но металлургия долго еще не будет безлюдной. В первую очередь, в силу своей трудности стандартизации, как бы. Да, это не конвейер автомобильный, где многое, что можно сделать без человека. Но за человеком все равно останется контроль рано или поздно. И разработки, да, вот. Организация Конгресса на высоком уровне. Представлены интересные и содержательные доклады наших коллег из российского дивизиона ТМК. Сожалею о том, что два дня работы Конгресса не хватает, чтобы осмыслить весь объем информации. Хочу поблагодарить организаторов из Северского трудного завода, управляющего директора, который произвел на нас сильное впечатление. За гостеприимство, организацию мероприятий и доброжелательных волонтеров. Нам понравился заводской музей. Хочется сказать добрые слова в адрес тех, кто его создал и содержит. И еще, меня поразил высокий уровень производственной культуры на Северском трубном заводе. Выше, чем среднеевропейский. Я представитель завода в Румынии, которому 254 года. Одна из проблем была выдвинута, проблема подготовки кадров. И по существу не в нынешнем формате подготовки бакалавров, магистров, а именно в формате подготовки инженерных кадров. И мы, как работники высшей школы, это понимаем так, что все-таки возврат к старой нашей российской и советской школе подготовки инженерных кадров возможен. Эта идея и выдвигается, и поддерживается Союзом промышленников. И она еще раньше выдвигалась, насколько я знаю, поддерживалась руководителями государства. И мы надеемся на то, что вот эта традиция старой инженерной школы и России, и Урала, а есть такое понятие Уральской инженерной школы, возродится. Ну, во-первых, насчет 13-го. Мы обсуждали в свое время, и даже было желание пропустить цифру 13. Но потом решили, что... А почему, собственно говоря, пропускают? По-моему, 13-е число, на мой взгляд, счастливое. И оно действительно оказалось, по-моему, очень удачным. Самый массовый конгресс, 260 делегатов, 80 организаций, очень большое представительство зарубежных гостей, участников конгресса. По-моему, все удалось здорово. Так что я считаю, что цифра 13 нам в этом году была удачной. Ну, я думаю, что будущее, в любом случае, это все равно персонал. Очень многое зависит от людей. Можно купить любые технологии, но если люди не готовы к этому, то, собственно говоря, ничего и не получится. И в этом плане вот то, что мы видим на Северском трубном заводе, это на самом деле вдохновляет. Потому что, когда все рушилось, все социалку от себя отпихнули, а здесь вот сохранили, и это здорово. Я абсолютно уверен, что будущее именно в этом. В металлургии нет, ну, по определению таких больших взрывов, но эволюционно все время развивается. Технологии плавно движутся вперед, повышается производительность телеплавильных агрегатов, повышается качество стали производимой, и, главное, расширяется сортамент стали. Дело в том, что требование все растет. Да. И наш девиз этого Конгресса – сталь, две точки, ответ требованием времени. А время требует что? Производительность, качество, экология и удовлетворение потребностям промышленности. То, что создание новых марок стали, которые отвечают современным, более высоким требованиям.